Наша съемочная группа побывала на наводнении в селе Ильинка 6 июля. Сразу после мы направились в Танху, куда вода пришла позже. Здесь разлилась река Кручина и закрыла проезд внутри села. Это кадры из того дня, когда Танха тонула. Вода пришла в семь домов. По словам жителей, в огородах было не меньше полутора метров. В домах – по колено. Жители не привыкли общаться с журналистами, и каждый встречный отправляет нашу съемочную группу на окраину села, где живет некая активная пенсионерка. Она застала приход воды и работу сотрудников МЧС. В 5 часов утра нас разбудили МЧСники, сказали, что все, собирайтесь. И действительно, мы вышли, вода уже пошла сюда через этот, значит, огород соседский, и прямиком на нас пошла вода. У вас что, затоплено сейчас? У нас затопило низ полностью. Там стоит у нас тепляк. В тепляке мы столуемся круглый год. У нас в доме нет кухни. По словам жительницы Танхи, когда начался паводок, домашние животные возвращались домой, перебираясь почти вплавь. Вода стояла всю ночь. Глава села в день паводка комментировала ситуацию. По словам главы, у пешеходного моста вывернуты сваи. Их нужно будет восстанавливать. Пройти по нему во время паводка было невозможно. Спустя несколько дней вода в Танхе спала. Она полностью ушла из домов и мостов. Пешеходный сильно пострадал. Сегодня мы вновь связались с главой поселения Новотроицкое. Знаете, мне кажется, что необходимо побыстрее его начать делать, иначе там же грунт, вы сами, наверное, были там, да, видели, что грунт был мягкий. Скорее всего, он будет проседать недолго, снова до разрешения. Ремонт моста в Танхе – прямая обязанность Читинского района. Об этом нам сообщила глава. Но отремонтируют его только после всех подсчетов и визитов специалистов администрации Читинского района, которых в селе не было по сей день. Наша администрация сельского поселения, да, этим не занимается. Полномочия в Читинском районе однозначно они будут делать оценку. Дозвониться до господина Машукова нам удалось спустя почти два дня. Комментарий чиновника был что-то вроде «Вода спадет, будем узнавать, что с мостом». И то, что вода уже ушла, он явно не знал. На месте его не было. Машуков, может быть, и появится в селе, когда от паводка не останется и следа. И расскажет пострадавшим о документах, которые нужно собрать для мизерных выплат. А потом снова забудут о Танхе, как это было в 2018-м.